Днем голосования на выборах является второе воскресенье сентября года, в котором истекает полномочия главы муниципального образования. Самая короткая сессия Петросовета. Сегодня депутаты приняли решение, которое и так уже было принято. За красивыми словами скрывается то, что их все равно будут убивать. Место спасения превращают в конвейер убийств, считают зоозащитники Карелии. Пикеты в поддержку гуманного закона о защите животных прошли по всей стране. На набережной Петрозаводска появился новый объект – памятник безвкусицы и равнодушию чиновников администрации. Тут же прозвали его горожане. Здравствуйте. Новости на телеканале Ника Плюс. В студии Ольга Пименкова. Сегодня глава Карелии Александр Худилайнин внес изменения в структуру правительства Карелии. В новой структуре не будет должности первого заместителя главы по региональной политике, которую сейчас занимает Александр Чажингин. Также под сокращение попали министр строительства Александр Ефимов и его первый заместитель Валентина Бойкова. Никто из уволенных чиновников пока не прокомментировал решение главы. А в Петросовете сегодня утром назначили дату выборов главы Петрозаводского городского округа. Выбирать мэра жители Карельской столицы будут 8 сентября. Сегодняшняя внеочередная сессия была необычайно короткая и длилась каких-то 5 минут. Впрочем, и вопросом, скорее формальность, петрозаводчане давно в курсе, что выбирать нового городского главу предстоит 8 сентября. Однако по закону все не так просто. Без веского слова и одобрения депутатов Петросовета здесь никуда. В выборе главы муниципальных образований назначаются представительным органом муниципального образования. Днем голосования на выборах является второе воскресенье сентября года, в котором истекает полномочия главы муниципального образования. Вопрос поставили на голосование и быстро поддержали. 18 депутатов именно столько находилось в зале сказали «да». Выборы мэра назначены на 8 сентября единогласно. Внеочередная сессия Петросовета длилась минут 5, после чего депутаты отправились на летние каникулы. Долги управляющей компанией «Стандарт» перед петрозаводскими коммунальными системами могут негативно сказаться на подготовке к новому отопительному сезону. Такое заявление сегодня сделали представители ПКС. Все дело в том, что «Стандарт» собирает с населения деньги за коммунальные услуги. Но с ресурсоснабжающей организации рассчитываться не спешит. «Стандарт» должен ПКС более 70 миллионов рублей. Деньги представители управляющей компании практически не перечисляют с сентября 2012 года. При этом плату за коммунальные услуги с населения собирают регулярно. При «Стандарте» создали что-то вроде расчетного центра. Хуже всех, как всегда, простым горожанам. Представители ПКС уже пригрозили – не будет денег, не будет обещанных услуг. Мы просто перестанем получать деньги, перестанем их ремонтировать. И у нас в наших действиях, наших сотрудников, при этом будет никаких виновных действий. Никто нас не заставит при отсутствии денег выполнять работу. Так же, как вас никто не заставит при отсутствии заработной платы выполнять свою работу. Так и при отсутствии необходимых материалов. Отправят вас сделать репортаж, не выдадут камеру, скажем так, и осветительное оборудование. Не выдадут ручки те же самые. Так вы будете выполнять свою работу. Сейчас дело о долгах стандарта перед ПКС рассматривают в суде. По словам представителей петрозаводских коммунальных систем, управляющая компания не спешит идти навстречу коммунальщикам. Процесс может затянуться. В зоне обслуживания стандарта более 11 тысяч человек, проживающих в различных районах Петрозаводска. Стандарт в администрации города на плохом счету. В разные годы от действий этой управляющей организации пострадало множество жителей столицы Карелии. Депутаты Карельского парламента в очередной раз обратились к премьер-министру России Дмитрию Медведеву и председателю Госдумы Сергею Нарышкину. Повод – чрезмерно высокая плата за общедомовые нужды. Плата за общедомовые нужды – головная боль не только жителей Карелии, но и других регионов. В органы власти всех уровней поступает масса обращений от граждан. Но чиновники на местах сделать что-либо со злосчастным ОДН не могут. Все решения в этой сфере приняты на федеральном уровне. Но если молчать, с мертвой точки дела не сдвинется никогда, заявили парламентарии Карелии. Они изучили массу квитанций, встретились с представителями управляющих компаний, специалистами в сфере ЖКХ. И еще раз убедились в том, что ОДН – удавка для народа. Таким образом, норматив расходов на коммунальные услуги представляет собой некую абстрактную величину. Необходимо законодательно определить понятие общедомовые нужды. Необходимо утвердить перечень видов работ и услуг, необходимых для содержания общедомового имущества. Утвердить объемы, нормативы расходов коммунальных ресурсов на эти работы и услуги. И дать собственникам право самим утверждать перечень работы и услуг, необходимых для содержания общедомового имущества в их домах. Инициативу Вадима Андронова парламентарии поддержали. Текст обращения будет направлен премьер-министру России и председателю Госдумы Сергея Нарышкину. Зоозащитники выступили против конвейеров смерти. Активисты Карельского республиканского общества защиты животных вышли на акцию против уничтожения безнадзорных собак и кошек. На пикет, состоявшийся на студенческом бульваре, зоозащитники пришли не только с плакатами, но и со своими домашними животными. Участники уличной акции против так называемых приютов ограниченного приема. Речь идет о помещении пойманного животного в приют на короткое время. Если старый или новый хозяин в течение трех дней не нашелся, животное подлежит усыплению. Зоозащитники считают, что приюты с временной передержкой животных станут не местом спасения, а конвейером убийств. В Карелии в мае принято первым фирмом чтения закон карельский о обращении с безнадзорными животными. За красивыми словами скрывается то, что их все равно будут убивать. Будут собирать в приюты и после того, как невостребованные животные никому будут не нужны, их будут усыплять. Участники акции предлагают отказаться от практики умерщвления животных. Они предлагают запустить в действие программу «Отлов, стерилизация, возврат», по которой пойманное на улице животное должно быть стерилизовано и возвращено на улицу. Так, по мнению участников пикета, удастся контролировать численность бродячих животных, а также избежать ненужных убийств. С состоявшейся акцией карельские зоозащитники поддержали своих российских единомышленников, выступающих за принятие федерального закона о защите животных. В преддверии дня города набережная Петрозаводска изменила внешний вид. К сожалению, не в лучшую сторону. Акт вандализма. Иначе поступок городских властей не назовешь, считают горожане, позвонившие к нам в редакцию. Прямо посреди газона, откуда раньше открывался вид на знаменитые скульптуры, теперь стоит трансформаторная будка. Это не современный арт-объект и не подарок от города Побратима. Это скорее памятник безвкусице и равнодушию чиновников администрации. Когда месяц назад стало известно, что знаменитую набережную Петрозаводска хотят осквернить, горожане высказались против в эфире наших новостей, в интернете. Тогда представители мэрии даже пообещали подумать, не перенести ли железный ящик в сторонку. Однако выяснилось, что под землей кабель тащить дорого. Необходимы земляные работы. Стоимость не называли или попросту не хотели забивать себе голову. Сэкономили. А необходимость установки будки именно здесь объяснили так. На набережной проходят концерты. Трансформаторная будка нужна для бесперебойной подачи электроэнергии. Уже на день города у нас выступит Наташа Королева и еще группа Корни. На звезд потратят больше миллиона рублей. Они споют и уедут. Мы же останемся наедине с железным ящиком, который испортил вид на набережную. А чиновники отчитаются о проделанной работе. Вы смотрите новости телеканала «Ника плюс». Мы продолжаем. День рождения отметила поликлиника номер 2. Ей исполнилось 60 лет. И так уж получилось, что юбилей совпал с днем рождения главного врача лечебного учреждения Аркадия Рудгайзера. Подробности у Светланы Пушкиной. Вот так вместе они не собирались много лет. А сейчас повод замечательный. Вторая поликлиника отмечает свое 60-летие. Встречи, приветствия. В зале глава законодательного собрания Республики Карелия, мэр Петрозаводска и много гостей. Но ни один регламент торжества не может передать теплоту встреч и искренность воспоминаний. Сегодня 60 лет поликлиники. 50 лет из них. Моя жизнь связана с этой поликлиникой. И вот с тех пор и до конца сегодняшних дней я понимаю, что главная фигура в больнице – это медицинская сестра. Потому что от ее умных рук, от ее доброты вообще невозможен лечебный процесс. И самый лучший врач будет не способен его осуществить. Много новшеств среди учреждений здравоохранения Республики родилось именно здесь, во второй поликлинике. Первый дневной стационар, первое отделение восстановительного лечения и реабилитации, первый кабинет эрготерапии, новые лаборатории. Это одно из немногих учреждений в республике, в котором практически решены все кадровые проблемы. И те специалисты, которые уже давно работают, это, конечно, сам главный врач, они стараются привлечь всех специалистов, молодых или приходящих на работу в это учреждение, заразить свои идеи, зажечь их огнем работы. Праздники закончились, а у главного врача второй поликлиники, заслуженного врача России Аркадия Рудгайзера, новые идеи и новые проблемы. Вторая поликлиника должна обслужить по плану 44 200 человек, а практически принимает до 60 000 пациентов. И это на 100 врачей и 200 медицинских сестер, которые должны обеспечить высокое качество обслуживания. И эту проблему нужно решать сегодня. Регион Йоэнсу, полюбившийся туристам Карелии и Ленинградской области, продолжает развиваться и предлагает нашим соотечественникам новые виды услуг. По данным опроса, 94% респондентов оценили уровень обслуживания в Йоэнсу как очень высокий. Об этом прямо сейчас. А новости на сегодня все. Смотрите их и в интернете на сайте nikodefismedia.ru. В студии работала Ольга Пименкова. Всего вам доброго и только хороших новостей. ПКО – крупный коммерческий концерн «Эсгрупп» по Северной Карелии, вкладывающий инвестиции в улучшение обслуживания российских туристов. Сеть гипермаркетов «Призма», заправочные комплексы АВС, магазины и отели «Сокос», горнолыжный курорт «Коли», спа-центры и рестораны – основные направления ПКО. Одни из последних инвестиций – расширение «Призмы» в Йоэнсу, самой большей в Финляндии, по площади и по ассортименту. Мы расширили ее, предложив клиентам «Раута Призму». Помимо качественных продовольственных товаров, большим спросом у россиян пользуются товары для строительства, украшения и дизайна дома. Мы постарались сделать сервис в магазине максимально легким и доступным для российских клиентов, а также добавили ассортимент товаров, которые наиболее интересны покупателям из России. Русскоговорящие продавцы – газы с одновременным оформлением «Таксфри», указатели с переводом, помогут совершать покупки в «Призме» и «Раута Призме» просто и легко. В ближайшее время компания ПКО открывает интернет-страницу для российских клиентов. На странице можно будет проверить ассортимент и наличие товара в магазине, а также совершить заказ в «Призме». Адрес страницы pko.ru.ru Добро пожаловать в Йоэнсу. Читайте в свежем номере еженедельника ТВР «Панорама». Прочь от городской суеты. Как получить участок под строительство дома. Несите ваши денежки. Из-за очередного повышения тарифов с 1 июля многие рискуют остаться без денег. Собак не бывает кусачих. Кинологи – о секретах правильного воспитания. Об этом и многом другом в свежем номере еженедельника ТВР «Панорама».